Лесостепи и степи. Что обрели и что потеряли люди, освоив степи? Что такое современная лесостепь и степь? Когда-то, до того, как человек стал могучим преобразователем природы, в лесостепной зоне причудливо сочетались лесные и степные ландшафты. Поэтому ее до сих пор считают переходной между лесной и степной зонами. На восточноевропейской равнине широколиственные леса с густым травяным покровом занимали возвышенные междуречья. Сосновые воры освоили песчаные надпойменные террасы, а на долю степей оставались плоские водраздельные пространства. Под широколиственными лесами сформировались плодородные серые лесные почвы, а под степями царь-пуч чернозем. За Уралом леса представлены преимущественно березовыми рощами колками. При этом, как предполагают многие ученые лесами, в лесостепной зоне в общей сложности было покрыто не менее 50% всей площади. А что же теперь? В настоящее время в результате вырубок лесопокрытые площади занимают менее четвертой части всей площади зоны. И это с учетом многочисленных лесонасаждений, произведенных человеком за последние столетия. Но и современные леса уже далеко не те, что произрастали до вмешательства человека. Большая часть современных лесов представлена вторичными, малоценными, мелколиственными березово-осеновыми лесами. Более-менее крупные массивы сохранившихся дубров находятся под охраной, а некоторые из них считаются заповедными. Небольшие участки целинных, то есть никогда не распахивавшихся, степей сейчас еще можно встретить в азиатской части России, а на западе нашей страны только лишь в заповедниках. Все остальное пространство степей и лесостепей занято пашнями, кое-где пастбищными угодьями, садовыми ландшафтами. В чем особенность природных условий лесостепей? Зону лесостепей по сравнению с тайгой и широколиственно-хвойными лесами характеризует более теплый и сухой климат. Ее северная граница почти совпадает с июльской изотермой плюс 20 градусов по Цельсию. Годовое количество осадков от 600 мм на западе зоны до 450 мм на востоке. Коэффициент увлажнения с 1 мм на севере зоны снижается до 0,7-0,6 мм на юге. Соотношение тепла и влаги в лесостепной зоне близко к оптимальному и благоприятно для выращивания основных культурных растений умеренных широт. Влажные годы в лесостепи чередуются с засушливыми. Например, годовое количество осадков в Воронеже колеблется от 250 до 800 мм. Каждый четвертый-пятый год бывает с засухами. Восточные засухи повторяются чаще. А еще в разгар лета время от времени дуют горячие сухие ветры. Суховей, которые наиболее губительны для культурных растений. Чтобы смягчить пагубное действие засуха и суховеев, в лесостепных ландшафтах высаживают полизащитные лесополосы. Основными почвообразующими породами здесь являются лёсы и лёсовидные суглинки. Эти породы легко поддаются размыву, так как летом осадки выпадают чаще всего в виде ливней, а весной снег с полей сходит очень быстро. Лесов-то почти не осталось. Эта ландшафтная зона сильно изрезана врагами и балками, которые превратились в характерные элементы лесостепных ландшафтов. Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Лесостепная зона давно стала житницей нашей страны. Здесь получают высокие урожаи зерновых культур, особенно пшеницы, сахарные свеклы, подсолнечника. Эта зона является также и зоной развитого животноводства. Однако для поддержания высоких урожаев в этой зоне необходимо проводить различные агротехнические мероприятия по борьбе с засухой и почвенной эрозией. В ряде старопахотных районов длительная распашка почв привела к их сильному истощению. Но почвы хорошо отзываются на внесение удобрений, что позволяет значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Чем степи отличаются от лесостепей? Южнее лесостепи от западной границы России до Алтая простирается степная зона с континентальным климатом. Восточнее Алтае степные участки встречаются в виде отдельных островов в межгорных котловинах. К степям относятся растительные сообщества, образованные засухой и мороза устойчивыми многолетними растениями, преимущественно дерновинными злаками. Характерной особенностью степи является то, что на долю злаков приходится от 80 до 98% всех видов растений, а большую часть массы растений до 90% составляют корни растений, лес сверх ногами. В степях основным препятствием для развития деревьев является недостаток воды, низкий уровень грунтовых вод и засоленность степных почв и грунтов. Первозданные степи в северной части и в лесостепи представлены наиболее богатыми по видовому составу луговыми и северными степями, где много разнотравья, гвоздика, таволга, шалфей, колокольчик, невянник. В бобовых обязательно присутствуют типичные степные растения, в первую очередь ковыли. Многие степные травы очень красиво цветут. Особой декоративностью, красочностью отличаются такие растения, как пион, тонколистный, козелец, пурпурный, синяк красный, шалфей, луговой, тюльпаны. В северных степях широко распространены и ранне весенние виды растений. Эфемероиды, которые на фоне бурой и прошлогодней травы создают необычайно красочную картину. Среди них выделяются горицвет, адонис с яркими золотисто-желтыми цветами, ирисы с темно-синими и сон трава с фиолетовыми цветами. Настоящие или типичные степи – это царство ковыли на черноземных почвах. Здесь ковыль – ландшафтное растение, так как он полностью определяет облик степной местности. Ковыль обладает мощной корневой системой, очень узкими, перистыми или волосовидными листьями, без труда переносящие длительный недостаток влаги в почве. Такие растения называются ксерофитами. Южнее типичных степей климат становится засушливее, травостой становится сравнительно низким и изреженным. Существует прямая зависимость – чем меньше выпадает осадков, тем ниже и разреженнее растительный покров. Это южные степи, развивающиеся на более бедных каштановых почвах. Весной вместо эфемероидов можно встретить мелкие растения эфемеры. Их высота редко превышает 10 сантиметров. Зимой-то эти однолетние растения в виде семян, а весной быстро развиваясь, успевают до наступления летней жары не только отсвести, но и дать новые семена. Степи – самая преобразованная человеком природная зона естественных ландшафтов. Здесь практически не осталось. Степень распаханности этой зоны в ряде районов на восточноевропейской равнине достигает 70-80%. В Сибири значительно меньше, однако и там место естественной степной растительности заняли вторичные пастбищные луга. Это зона сплошного земледельческого освоения. С огромными массивами полей и большими селами. Степи – самая преобразованная человеком природная зона. Естественных ландшафтов здесь практически не осталось. Степь распаханности, степень распаханности этой зоны в ряде районов. На восточноевропейской равнине достигает 70-80%. В Сибири значительно меньше, однако и там место естественной степной растительности заняли вторичные пастбищные луга. Это зона сплошного земледельческого освоения с огромными массивами полей и большими селами. Степь прекрасно обеспечена теплом, что является хорошей основой для получения гарантированных урожаев. Однако недостаточное и неустойчивое увлажнение представляет угрозу для земледелия. По сравнению с лесостепью количество засушливых лет здесь резко возрастает. К тому же практически ежегодно бывают суховеи. Весной они редко перерастают в пыльные черные бури, которых особенно много наблюдаются на юге Западной Сибири до 15-20 дней в году. Замечено в большинстве случаев более 80%, что если на восточноевропейской равнине устанавливается засушливое лето, то в Западной Сибири в это время будет достаточно влаги. Еще в большей степени, чем в лесостепной зоне, в степях проявляются процессы водной эрозии. Смыв почвы и образование врагов на юге Среднерусской возвышенности, смытые почвы занимают уже 60%. И процесс этот далеко не везде находится под контролем человека. А густота вражной сети в ряде районов достигла своего предела. Особенно отличаются Приволжской и Среднерусской возвышенности, в рельефе которых преобладают эрозионные формы – речные долины, балки, овраги. Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Одним из замечательных ландшафтных элементов лесостепной степной зон на плоских водораздельных пространствах являются степные блюдца. Многочисленные неглубокие до 2 метров глубиной и диаметром несколько десятков метров округлые западины, заросшие невысокими осиновыми деревцами или кустами. По меткому замечанию Докучаева, они пестрят степь, как оспа-лицо. Наряду с отрицательной ролью, осложняя распашку, они выполняют и крайне важную положительную роль. После снега таяние дождей пополняют запасы грунтовых вод и ослабляют смыв почвы. Собственная речная сеть степей и лесостепей редкая и маловодная. Крупные реки имеют транзитный характер, так как питаются за пределами степной зоны. Грунтовые воды залегают глубоко, поэтому они практически не участвуют в питании рек. Летом реки сильно мелеют, что в значительной мере затрудняет водоснабжение. Население и судоходство даже на крупных реках. С относительно глубоким залеганием грунтовых вод связаны особенности размещения населенных пунктов. Они тяготеют к долинам рек и балкам. Потому что на водораздельных пространствах колодцы надо копать на глубину 10-20 метров, а то и глубже. Зато по этой же причине заболоченность практически не выражена. Если болото и есть, то расположены они в поймах рек и питаются грунтовыми водами. Лесов в степной зоне практически нет, но иногда в долинах рек встречаются пойменные леса – урёмы, состоящие из лиственных пород. Тополя, ивы, ольхи, вязы, черёмухи. В верховьях балок и по их склонам распространены широколиственные леса, имеющие важное противоэрозионное значение. Иногда на песчаных надпойменных террасах можно встретить сосновые бары. Почему изменились видовой состав и численность животного мира – степей? Животные степей представлены главным образом грызунами, сусликами, байбаками, полёвками, тушканчиками, которые лучше всего приспособились к жизни в условиях открытых мест и господства злаковых растений. Из-за отсутствия естественных укрытий они стали норными животными. Норы служат им местом воведения потомства, убежищем от врагов и укрытием от летнего зно и зимней стужи. Впрочем, и хищники, степные хорьки и лисицы, которые на них охотятся, также роют норы для воведения потомства. Некоторые животные степей впадают в спячку в периоды зимних холодов, летней жары и засухи с её бескормицей. Из птиц в этой зоне можно встретить жаворонков, степного орла, луня, а также крупных степных птиц, дрофу и стрепета, занесённых в Красную книгу. Многие птицы на зиму летают в тёплые края. Степные птицы из-за отсутствия деревьев устраивают гнёзда прямо на земле. Распашка степей существенным образом изменила условия существования степных животных и повлекла за собой изменение численности видового состава фауны этой природной зоны. Катастрофические изменения места обитания коснулись в первую очередь птиц, степных шмелей и других опылителей, гнездящихся на земле. Во время уборки урожая зерновых и сенокоса по откосилке нередко попадают перепела, коростели, серые куропатки, дров и другие птицы, а также зайчата. К новым условиям лучше всего приспособились грузыны. Во-первых, у них появилось обилие пищи. Во-вторых, хорошее убежище, которыми служат копные сены и соломы. Уборка хлебов привлекает и хищников, охотящихся на вспуганных мышей-полёвок. Это время раздолье для горностаев, ласок, хорьков, норок, степных гадюк и полозов, а также хищных пернатых, луней, конюков, пустельк и болотных соков. Какое значение имеет зона степей? Значение степной зоны для страны очень велико. На их долю приходится большая часть пашни России, всей земледельческой продукции. Одновременно степь является зоной наиболее развитого животноводства. Здесь с успехом разводят крупный рогатый скот и свиней. На степных пастбищах пасутся самые крупные таро овец. В этой зоне также развиты птицеводство и прудовое рыбоводство. Здесь сеть поселений в лесостепной и степной зонах равномерная. Села и станицы крупные, по нескольку сот дворов многолюдные, нередко со многими тысячами жителей. Самый распространенный тип жилища – одноэтажная хата с глиняной белой обмазкой, стен для защиты от излишнего нагрева. Хозяйственные постройки обычно ставят поодаль от дома. Если на севере люди оттесняют дикий лес от жилья полями и выгонами, то здесь дом окружают садом, прикрывают двор навесом и виноградной лозой, роют пруд, стовок, источник, креницу, чтобы было больше тени воды. Выводы. Лесостепи и степи – наиболее измененные человеком природные зоны. Практически все природные ландшафты преобразованы, а участки относительно нетронутой природы можно встретить только в заповедниках. Степи и лесостепи – житница страны. Благоприятный климат, плодородные почвы стали причиной активного сельскохозяйственного освоения этих земель. Однако сильнейший антропогенный пресс на природу имеет и негативную сторону. В этих зонах, как нигде, получили распространение такие неблагоприятные явления, как водная и ветровая эрозия. Овраги и балки стали неизбежной составной частью степных ландшафтов.